Тудроз достанет, по-любому, я чувствую. Блядь! Это Тудроз, детка. Раньше вот были люди, в космос летали, а теперь пиздючье одно выкладывают в интернете хуйню какую-то. А люди, первый человек, он раз и полетел. Эх, судьба. Привет, пацаны! Я Егоров Дима. И я сегодня хочу чуть разукрасить жеребьевку, которая была до этого. Потому что... Ну, сами поняли, почему. Яркости там не хватало, яркости. Конфликта, конфликта. А конфликты есть. Во-первых, Ромарой, вот здесь же прям пообещает. Во-первых. Во-вторых, пацаны из Тудроз расскажут всю правду о трансфере Коваля. Также Сипскана ответит на вопрос, какого хрена он трогает маму Коваля. Эту тему мы тоже обсудим. В-четвертых, раскроются тайны трансфера Прокопа. Кто действительно предлагал ему деньги и как его отпускал на спорте? И кто хотел взять Володю XXL? Ну и последнее, конечно же. Кожемяка хочет... Ну и замкала. Хочет драться с близнецами из Тудроз. Кто эту драку организует и когда? Все вот в этом ролике, который я снимал, естественно, только на мобильный телефон. Ну ладно, мы начинаем, друзья. Давайте уже пристраивайтесь к вашим экранам. Все. Я уже подписал контракт с Амкалом. Вот первое бонусное подписание в районе 6 рублей. Теперь у вас нет вопросов, почему Коваля ушел. Сами все поняли про наши зарплаты. Пацаны, ну подготовочка началась. Может Герман будет подогревать шар? Будет подогревать паукан кому-то. Есть пожелания по жеребьевке? Тудроз, ФГИК и... Да, Амкал и Рома в первом туре, блядь, сразу. Ебать будет? Рома будет ебать, конечно. И вы летите все нахуй. Сип, идеальный вариант с Тудроз группы или нет? Слушай, я бы тут пошел сыграть на вылет. Чтобы была... На плей-офф уже. Чтобы точно не было ничьи, и была весомая награда за победу. Проход в следующий раунд. И унижение оппонента до конца. Вот это нагретое. И на самом деле, хоть бумажки здесь. Вон, там реально бумажка? Да, да. Да как, у тебя же вот здесь бумажки. Здесь мы наклеиваем. Ой, господи. А Прокоп, за кого в итоге? За вас? Сказать, кто больше заплатит. Надо еще кого-нибудь, чтобы вы забрали. А есть парочку. По-любому Тудроз достанет. По-любому, я чувствую. Бля-я-я-я. Это Тудроз, детка. Ты посроил. Это все ты. Да я вон же, я пришел даже с ней. Во время евро, когда не все могут себе позволить пойти в барчик, мы со своей командой всегда находим возможность посидеть перед большим экраном. Но всегда возникает проблема, всем же дико хочется есть. Ну я отвечаю, спокойно. И заказываю еду к фудбенд. И привезут быстро. И будет так же вкусно, как в любом баре или ресторане. Доставку фудбенд круглосуточная. И свои кухни большие по всей Москве. Ну и курьеры тоже свои, быстрые, как Мбаппе. Все быстро и горячо будет. Бежим. Меню на любой вкус с разных станций метро и из разных стран мира. И горячая пицца прямо из печи с множеством начинок. Есть, скажем, много мяса и семь сыров. И свежие роллы с фарерским лососем. И модный гавайский поки. И вок с мясом или креветками и много другой азиатской кухни в удобных коробочках, из которых удобно есть. И домашний морг, просто волшебный. Друзья, так что переходите по ссылке в описании или скачивайте приложение фудбенд. Вводите промокод едимспорт одним словом и на русском языке и получаете скидку до 25% на все меню. Повторяю, скидка действует постоянно и действительно на все меню. Ну и кстати, можно вообще не париться и заказывать целые сеты. Так выгода будет еще выше. Фудбенд привезет еду в любую точку Москвы в любое время суток. Пацаны в чате довольны, что вам калка? Ну, один человек очень. Доволен. Доволен? Да. Но сейчас пока на Украине. В Украине начнем. Ждите, друзья, ждите. Вы его хантили еще до того, как он приходил к вам сниматься? Слушай, если давай без всего, не было именно официального приглашения, но мне изначально какого-то понравилось на отборах, я подумал то, что... На отборах на каких? Амкал. Он написал, типа, прикольно было бы, если был бы у нас. Он говорит, а я писал, мне не ответили. Ну и все. И в итоге закрылась тема, и после матча мы решили чуть-чуть подлить масло в огонь. Некен записал ссорию, но это не было, знаешь, официальным предложением. Это было, ну, типа, закинем. Мало ли согласиться. Ну, понятное дело, то, что вы, что мы подливаем масло в огонь. Я даже это говорю на видео, типа, специально. Потому что, ну, это должно быть всем понятно. И на штрафных на стрижку, то же самое, про посвящение. Конечно, мы хотели чуть-чуть поддать жару, что все такие, типа, что происходит. Это точно не в отрезку к Кирикяну было, то, что мы на забрали. Отчасти, коваль, забрать, конечно, нам приятно, что мы, ну, типа, знаешь, подорвать жопу. Это все понимают, мне кажется, что вы, как бы, что мы. Но, что прям намеренно, типа, мы заберем именно его, чтобы подорвать жопу не. Так, ты что вытащил? Что я вытащил? Что ты вытащил? Я ничего не вытащил. Ты что вытащил? Ну, вот ты как-то это допустил-то, а? А что не так-то тебе? Ну, вот меня не устраивает вот это. А давай, как на Евро, чтобы три команды выходила. Ты придумал какую-то херню? Ты понимаешь, в чем проблема? Что если Ромарой наберет народу какого-то мощного, то плей-оффом Call to Drots не будет. Да, пацаны, короче, под угрозой мы. Скоро вообще игроков не оставится, я так понимаю. Да все нормально у нас. Прокоп, что Drots? Нет. Прокоп. Прокоп на спорте. Кого заявите еще? Секунду, вот. Я тебе на камеру покажу. Один это вот Роналдо Зубайсик, очень мне нравится. Да, неплохое было. Понедельник, да, чтобы видно было. И вот Роналди не очень мне нравится. Видишь, я говорю, я сыграл в вас на МКС. Вот Герман охуел. А он уже в тюрьме был. Ну, я понимаю, но это не важно. Все очень хорошо, но на экскурсию. Если хотите, можно пойти на экскурсию. Пойдем, посмотрим, нормальный космос. А вы предлагали Володе контракт вам дал? Потому что ему все предлагали, мы не предлагали. Давай спросим. Герман, а Володя говорит, что ты предлагал ему контракт с Амкалом? Нет. В смысле? В смысле? Какой был контракт? Подожди, ты сказал, что почти все команды предложили. Короче, у тебя играют с Амкалом. Мы не предлагали. Мы тоже не предлагали. Ты что? А кто эти Люси? Только на спорте будет. Кто-то тебя выйдет забирал. А что вы? Кто-то снова? Ты что, брат? Если мы вас обыгаем, оде нас, все равно стол какой-то мы не закроем. Я не знаю, точку мы не поставим. А ну за два раза. А два раза вот прям. Ты мне скажешь, что это прикольно? Что вы будете делать с людьми? У вас уже 30 человек стоят. Я не знаю, ну к чему это и так далее. Я сказал, если хотите, я организую. Я не хочу в этом. Вот там же говорят, ты в порядке больше. А? Ты в порядке больше. Или братья тоже в порядке. Нет, Кожемяка. А у тебя прям опыт выступления есть? Что-то? Пометочка, когда я получил. У тебя есть стиль? Бразильская джиу-джитс. А, прикольно. То есть, если говорить там про Кожемяку, если это интересно, там кому-то в сточках посильнее будет, если грубо говоря, вот так выходить. У него там тайская база, и он такой, но более крепкий. Я больше сейчас отдыхающий. То есть, два года я нигде не участвовал. Ну ты прям участвовал в боях. Прикольно. То есть, на него уехал за ним. А братья как? Такой дизь переписывают. Блядь, половину удалять надо. У братьев рукопашка есть. Да, тоже есть. Да. Нормально подберутся. Ну что? Погоди, ты мне лучше расскажи с Ковалем еще у вас. Что? Ну он сказал, что при встрече там рук тебе не подаст. Еще что-то, что может... Ну ладно, что-то не знаю. Если вот убрать вот прям, ну, вот все шутки, там, какой-то там юмор и так я вот реально как бы... Я в одном моменте не понимаю. Ковалем, ну, по моему мнению, реально поступил не очень с Германом. Потому что, ну, они общаются. Но я не хочу вклиниться в эту ситуацию, потому что это было в вашем окружении. Меня там не было, поэтому я не знаю. Но я не понимаю, почему ты так резко реагируешь. Нет, ну у меня, понимаешь, это нарастающий. Сначала он не извинился как-то нормально, но я кинул. Он стал вместо того, чтобы либо вообще ничего не отвечать, либо сказать, все, мужики, сорян, накосячил, и все. И по идее бы закрылось бы. А он, блядь, записал там ролик на 8 минут, воды налил. Ну, честно, я как бы агрессирую дальше. И вот выливается уже. То есть, изначально я как бы, ну, я сейчас, в принципе, к нему норму отношусь. Нормальный пацан, реально. Ну, криво въехал. Нет, ну, реально, криво въехал. И, типа, ну, просто, блядь, надо уметь же отвечать правильно. Ну, как ты скажешь? Нет, честно, давайте я скажу свое мнение, что он маленько зазвездился. Вот мне кажется, из-за этого все. То, что он попал в эту среду, и вот там, блядь, Фикасаи, слушай, все хвалят. Вы там тоже ему там накидываете, что ты там респектусы, да? И мне кажется, он маленько поплыл. Вот объективно. Я думаю, может быть, он выводы сделает, и у него не будет такой, ну, корона небольшой. Но мне кажется, что сейчас у него есть такая тема. Последний момент ты слишком цепанул. Ну, не знаю, это мое мнение. Я понимаю, с одной стороны. Я тоже считаю, что чересчур. Смотри, смотри. Вот этот байк, через маму вообще нет. С точки зрения рэпера, наверное, нет. А вот с точки зрения... Сейчас я цепанулся, наверное, да, очень сложно. А как вам такой факт, что он личность не сформировавшаяся, сказал Макс, он этого не отрицал, то есть, скорее всего, он согласен. А раз у него личность не сформировалась, с кого спрашивать? С родителей? Ну, логично. А сейчас он тебе сказал, чтобы косичка у тебя ущербная. Да, я сказал, черт, ебаный. Бля, вообще же качественно. Это же было искренне, реально. Да. То есть, то, о чем он раньше не говорил, он сейчас сказал. Нормально. И мы еще в одногруппе. Ты заметил, что, когда я делал диск на Тудрос, я не использовал ни одного имени, ни одного мата, кроме их цитат. Я сделал все лайтово. Ну, видишь, тебе сказали, что слабенький диск был. Ну, я сейчас, ну, я не обиделся. Нет, слушай, ну, там были некоторые такие прикольные моменты, я даже поугарал. Ну, я не хотел их, на самом деле, как-то... Не, ну, а что обижаться, это же в формате творчества было. Нет, ну, я не хотел их прямо оскорбить. Вот, и Ковалья не хотел, но он меня вынуждает это делать сам. В общем-то, друзья, здесь было немножко больше информации о жеребьевке о будущем турнире МКС, который состоится в августе. На этом все, пока не доставайте меня больше. Ты мечтал-то быть космонавтом? Мы все были, в детстве мечтали быть космонавтом. А сейчас все блогерами хотят быть? Нет. Ебалу накрасить и ходить довольными? Нет.